У нас праздник. Очень радостно, очень приятно видеть, что это место привлекает людей. И, конечно же, здесь всем вам рады. Меня зовут Ирина Поздеева или Индубала Дэвидаси. Я астролог. Вам, наверное, уже сказали об этом. И тема, которая заявлена у нас сегодня для беседы. И эта тема, скажем так, достаточно интригующая, особенно много сейчас, почему мы решили именно эту тему поднять. Потому что сейчас очень много в интернете, на мой взгляд, происходит мистификация вокруг этой темы. И эта тема звучит как родовая карма. Спасибо большое. Итак, мы сегодня с вами будем говорить о том, что такое родовая карма. Существует ли она? Я занимаюсь, я изучаю ведическую астрологию, которая основана на философии Вет. В основе джотиш лежит закон, который описан в философии как закон кармы. И этот закон говорит о том, что на каждое действие есть последствия. Карма в переводе с санскрита означает деятельность. Поэтому всё, что мы совершаем, возвращается к нам. Поэтому закон кармы часто называют законом бумеранга. Современная психология, которая, кстати, название этой науки переводится как «знание о душе». Но, как вы знаете, современная психология, родившись совсем недавно, в конце XIX века, отрицает существование души. То есть наука, которая отрицает сам предмет своего изучения. Психология переводится как «изучение души», «знание о душе». Так вот, современная психология мыслит в парадигме одной жизни. То есть человек рождается, с ним происходят какие-то события, он как-то воздействует на этот мир, к нему приходят какие-то случайности или счастливые случаи и так далее. Вот такова парадигма западного мышления, которая, скажем, была развита в психологии. И впервые, вы, наверное, все знаете, что Зигмунд Фрейд, психолог, заметил, скажем так, соответствие между жизнью наших родителей и нашей жизнью, между нашей судьбой и судьбой наших родителей. И увидев это на разных примерах, увидев, скажем, какие-то схожие психологические черты, Зигмунд Фрейд стал говорить о том, что мы наследуем программы родителей, продолжаем эти программы, что эти программы у нас при рождении записываются нами, поведением родителей, поэтому мы ведем себя как наши родители. По сути дела, он объяснил те явления, которые он наблюдал, но как ученый он объяснил их, опираясь на отсутствие души и знание о том, что души нет, он объяснил с точки зрения, скажем, каких-то влияний, внешних влияний. Визическая философия говорит о том, что мы приходим в этот мир уже не как чистый лист, а приходим со своим багажом, багажом, который мы называем в философии кармой. И если западная наука говорит о том, что да, есть случайности, случайно вы встретили кого-то, помните, была такая песня, представить страшно мне теперь, что я не то открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел. С точки зрения закона кармы так не бывает. Случайности нет, говорит карма. Случайности нет. Именно под действием этого закона мы приходим на ту улицу, открываем эту дверь, приходим именно в это время, и происходит, как сейчас говорят, кармическая встреча. Скажу сразу, что все встречи, которые приходят к нам в этой жизни, особенно с близкими людьми, все это карма. Даже вот сейчас у нас с вами общая карма. Мы сидим и говорим о карме. И карма — это деятельность. Поэтому у нас общая деятельность. Мы сидим, мы думаем, мы размышляем, мы говорим о общности, скажем, судеб родителей и детей и так далее. Поэтому с точки зрения физической философии в этом мире нет случайностей, а есть лишь цепочка закономерностей. Наше действие рождает последствия. Затем мы принимаем это последствие в виде каких-то событий, которые происходят с нами. Наша карма, то есть совершенные ранее наши действия, влияют на наш выбор сейчас. То есть наш опыт, который мы называем житейским опытом или еще каким-то, влияет на наш выбор сейчас. Поэтому мы совершаем те или иные поступки. И так можно посмотреть на нашу жизнь с точки зрения кармы. Таким образом, принимая во внимание закон кармы, ни в коем случае мы не можем говорить о том, что мы случайно попали в эту семью. Правда? Если мы рождаемся у своих родителей, значит, у нас с ними общая карма. И знаете, наверное, такое выражение? Родители не выбирают. А вот, кстати, как вы думаете, выбирают родители или не выбирают? Выбирают. Этот подходит, этот не подходит. А что же за такой выбор, скажем? Кто же тогда выберет? Мать, которая откажется от ребенка в роддоме. Это что за выбор? У ребенка. Ребенок выбрал такую мать? У души предназначение предназначено. У души предназначение лишь одно. Вот сейчас мы разговаривали с Махараджем. И после моей лекции, да, не расходитесь, потому что будет очень редкое явление в нашем храме, радостное. Амадат Махарадж будет давать лекцию. Здесь же еще и Данди Махарадж. Мы беседовали и как раз говорили о карме, о разных видах кармы, о разных видах времени. Так вот, помните, как у Булгакова? Это как же он так сам собой управился? Помните? Да? Так вот, выбираем мы таких родителей, которые оставляют нас в роддоме. Вы сказали о том, что у души предназначение. Но, беседуя сейчас с Махараджами, мы еще раз говорили о том, что у души единственное предназначение. Ее природа — это природа бхакти, природа любви и служения. И это ее предназначение. Так вот, выбираем мы родителей или нет? Как вы думаете? А так душа не ученая. Нет, вы не бойтесь. Я ни в коем случае не иронизирую. Я просто пытаюсь рассуждать. Это очень, скажем так, распространенное мнение, что мы приходим сюда, получить какие-то уроки. Уроки для чего? Уроки для чего? Расти куда? Развиваться куда? А Бога можно познать? А Бог разве предмет познания? Если мы признаем, что Бог — предмет познания, значит, мы выше. Правильно? Поэтому мы растем. Чтобы на него вот так посмотреть и познать. Это так? Разве? Разве можно познать Бога? Того, кто сотворил этот мир? И как познать? Наука может познать Бога? Наука сейчас душу взвесила. Значит, скоро Бог взвесит. Как думаете? Возможно такое или нет? Итак, выбираем мы родителей или нет? Как вы думаете? Приходим ли мы сюда во исполнение каких-то уроков или отбывать наказание? Но вы сказали о выборе, да? Дайте преступнику выбор. Да? Вот представьте себе. Человек грабит банк. И вот знаете, как в фильме слышится вой сирен, да? И подъезжает полицейская машина. И вот сейчас все остановилось. И у человека, у преступника есть выбор. Идти или оставаться на месте, да? Чтобы тебя арестовали и посадили в тюрьму. Или, скажем, повернуть время назад и успеть убежать. Как поступит преступник? Вот кто-нибудь может сказать, чтобы в такой ситуации преступник выбрал бы сдаться полиции? Вот если он всемогущий, он может задержать время и отмотать его назад. Разве он не воспользуется тем, чтобы убежать и избежать наказания? Так почему вы думаете, что наша душа выберет себе в наказание, чтобы там, да, скажем, страдать? Почему? Что? Ну, хорошо, если мы так рассуждаем, то почему преступник, вот он слышит вой полицейской машины. И он думает, о, как хорошо, во искупление пойду в тюрьму. Сложно представить? Сложно представить? Ну, преступник тоже, душа, все душа и все, что живет, все, обладает жизнью, джива, душа, жизнь. Ну, у нас тоже есть это. У нас это тоже есть. То есть, получается, у души выбор прийти обратно к своему отцу, прийти обратно к счастью. Ему говорят, хочешь, что там, он говорит, да. Но тогда тебе придется вот еще раз пройти вот эту вот школу. Отлично. И только тогда уже сможешь прийти. То есть, некое добровольное такое, да? Да, такое мнение тоже существует. Есть еще у кого-то мнение? Может, это сочетается как-то то и другое, потому что есть и выбор, и есть при этом то, что выше нашего понимания и нашего выбора, то, что у нас воздействует. Абсолютно точно. Закон кармы – это как раз то, что выше нашего выбора, да? Потому что наш выбор обусловлен нашей кармой, понимаете? Мы не можем выбрать, например, родиться… Ну, вот сейчас, недавно женился принц Гарри, да? Моя душа не может выбрать, чтобы жениться его дочерью, да, и быть принцессой, да? Хотя бы потому, что у него уже есть дело, правда? Какой у нас выбор? Наш выбор ограничен нашей кармой. Так говорят веды, так говорит джотиш. Я вижу здесь своих студентов. И помните, мы изучали гороскоп Елизаветы II, да? Вот она, карма, родиться королевой, да? Сильнейший гороскоп, сильным пятым домом Пурвапунья, то есть домом благочестивой кармы и так далее, сильнейшими астрологическими комбинациями, да? Вот она, карма, родиться королевой. И её гороскоп показывает, вот она родилась королевой. Хотя она не должна была по системе наследования стать королевой Елизаветы. Знаете, да, её историю, что старший брат её отца отрёкся от престола. И тогда её отец стал королём. Отрёкся от престола для того, чтобы жениться на простой американке во имя любви. Он забыл, что жениться по любви не может ни один король. Отрёкся от престола, и королём стал отец Елизаветы. Так вот, она родилась, и её гороскоп уже говорит о том, что эта девочка будет королевой. Хотя она была очень далека от престола. Потому что вы знаете, да, что старший сын наследует, потом его дети наследуют. А она дочка младшего сына. И если в этой семье рождается сын, то он будет королём, а не она. Поэтому до смерти своего отца она носила титул «Предполагаемая наследная принцесса». Но её гороскоп говорил, она будет королевой. Она станет королевой, она родилась королевой. И это её карма. Это её карма. И это не её, скажем так, выбор, это её карма. Когда мы говорим о карме, действительно, мы говорим о том, что что-то, как мы выражаемся, сверху. Но на самом деле здесь нет ни верха, ни низа. Это наша карма. Поэтому, скажем, выбираем мы своих родителей или нет, это наша карма. Мы приходим в тот род, с кем мы связаны, кармой. И это означает, что наши близкие, наши родители – это люди, с кем мы уже не одну жизнь, скажем так, выясняем отношения. Или идём рука об руку, как кому больше нравится. И это также означает, что просто так в какой-то семье мы не рождаемся. Мы рождаемся в соответствии со своей кармой. Мы рождаемся в соответствии со своими поступками в прошлом. И это и есть закон кармы. И поэтому с точки зрения закона кармы или астрологии, физическую астрологию по праву может назвать психологией, потому что это наука о душе, по сути дела, и её странствия в этом материальном мире. Потому что, когда мы рождаемся, звёзды зажигаются, да, для нас. Появляется наш гороскоп, который показывает нам нашу судьбу или нашу карму. И в нём уже написано, какая будет семья, какие будут родители и так далее. Западные учёные и психологи, не принимая вечность души и не принимая, скажем, закон реинкарнации или перевоплощения души, судят о жизни лишь в её маленьком отрезке, от рождения до смерти. Причём этого, рождения и этой смерти. Всё. Поэтому они не могут объяснить, скажем, по сути дела ничего. Но, видя эти соответствия, они начинают говорить о том, что существуют родовые программы, что дети наследуют карму родителей, что, скажем, если в семье несчастная личная жизнь у бабки, прабабки, у матери, значит, и у дочери тоже должна быть несчастная личная жизнь. Потому что всё это, дочь должна принять на себя этот груз, как по эстафите. Да, вот такое представление. И говорится о том, что вот эти родовые программы, они нечто, скажем так, сверху или приходят к нам. И тем самым мы, вольно или невольно, мы снимаем с себя ответственность. Снимаем с себя ответственность и говорим, ну, мои неудачи в личной жизни, ну, потому что у меня родовая программа такая, да. Потому что вот мама там, папа и так далее, и так далее. Закон кармы на самом деле, наоборот, он раскрывает нам глаза на этот мир и даёт нам понимание своей ответственности. И, по сути дела, ведёт нас к осознанной жизни, к осознанному выбору. Потому что, если у нас нет, да, выбора, мы не можем выбирать, да. Вот представляете, вы приходите, а тут, как в магазине разные родители. Такая семья, сякая семья, вы выбираете. Это же не так, какой наш выбор. Веды говорят, подобное притягивает подобное. Да, это основной закон йоги. Если наше сознание, да, имеет определённые, скажем, особенности, то оно притягивается к такому же сознанию. И не наши родители виноваты в каких-то наших неудачах. Просто мы сами мыслим так же, как наши родители. И это объясняется общей кармой. Веды говорят, что существует индивидуальная карма, и она превалирует. У каждого из нас индивидуальная карма. Но, кроме этого, есть ещё родовая карма, карма рода. Кроме этого, различается карма национальности. Знаете, наверное, да, что это такое? Почему одни народы, скажем, да, имеют определённые черты характера, да? Почему есть общность национальных? Почему национальный вопрос самый острый? Потому что каждый из нас несёт в себе карму национальности или карму страны. И вот недавно у меня был семинар в Израиле. Вы знаете, что Израиль совсем молодое государство, да? Но народ, который населяет эту страну сейчас, какая карма народа, да? Какая карма национальности, какая карма уже страны, да? И так далее. Безусловно, это есть. И каждый из нас несёт в себе эту карму. Кроме этого, существует ещё карма земли. Мы все земляне. У нас есть карма земли. И вот четыре типа кармы есть у каждого из нас. Но при этом превалирует или доминирует наша индивидуальная карма. Однако она связана и с родом, да, и с национальностью, и с землёй. Да? Мы рождаемся на земле, потому что это наша карма. И таким образом, рассматривая проблему общности, судеб у детей и родителей, мы можем говорить о семейной карме, о родовой карме. Отличия, скажем, выражения семейная карма и родовая программа. Как вы думаете, есть отличия? Родовая карма и родовая программа. Есть отличия, как вы думаете? Психологи говорят о родовой программе, которую там наследуют дети и так далее. Философы, вед, говорят о родовой карме. Разница в чём? В том, что с точки зрения, скажем, материалистов, родовая программа — это нечто, данное тебе от родителей, а ты вроде как и ни при чём. Но с точки зрения философии и вед — это степень твоей ответственности. Твоя семейная карма — это твоя ответственность. Если ты рождаешься в благополучной семье, это означает, что у тебя хорошая карма, и ты связан с хорошим родом и так далее. Ну и, соответственно, наоборот, в Индии большое внимание уделяется церемонии поклонениям предков. Знаете, наверное, да? Называют это шратхой. Почему считается, что в семье должен быть сын? Потому что именно сын проводит церемонию шратхи — поминовение предков. И будто бы через него идёт связь с предками. Это не означает, что у нас нет этой кармы. Точно так же. И в нашей традиции, в христианской традиции, и в любой другой, какой бы вы ни взяли духовную традицию, везде вы найдёте обряды поклонения предкам. Хотя бы, если брать христианство, родительская суббота, вторник, когда родительский вторник, потом вот эти молебны, которые заказывают за предков и так далее. Всё это, в принципе, обрядовая сторона всех традиций, религиозных традиций. Но веды объясняют, что это не просто, скажем, традиция или ритуал. Веды объясняют, что это наш долг. Это наша карма. Мы связаны со своими предками. И это так. Мы связаны с этим родом. Если мы рождаемся в этом роду, это означает, что у нас есть связи с этим родом. Связи могут быть абсолютно разные. Абсолютно разные. Возможно, когда-то это был ваш род. А возможно, когда-то вы, скажем, что-то... Связи могут как позитивные, так и негативные. Негативные связи... Если вы, скажем, для этого рода нанесли какой-то урон, вы тоже можете в нём воплотиться. Если вы убили человека, скажем, несправедливо, из этого рода вы можете воплотиться в этом роду. Потому что это связь. Это карма. Это кармическая связь. И тогда, конечно, что пенять на родителей? Сам виноват. Правильно? В этом роду будет, наверное, вам не очень удобно и уютно. И так далее, и так далее. Всё это будет кармой. И здесь также мы можем говорить о том, что наша, скажем, память предков, почитание их молитвы за предков – это, по сути дела, наша обязанность. Кроме закона кармы, философия Вет говорит о высшем законе. Законе тхармы. Знаете, наверное, да, что такое тхарма? Тхарма в переводе с санскрита означает долг и обязанность. И у каждой категории жизни есть свой долг, своя обязанность. Например, тхарма матери, да, тхарма жены, тхарма отца, тхарма мужа, да. Если мать оставляет ребёнка в роддоме, это нарушение тхармы матери. Согласны? А, следовательно, если мы нарушаем тхарму, если мы нарушаем высший закон, если мы нарушаем то, что, скажем, должно быть и как должно быть, то наши поступки адхармичны или, как мы говорим, аморальны, неэтичны. А, следовательно, мы пожинаем плохую карму. Минутку. А что такое плохая карма? Это наши страдания. Это наши страдания, которые приходят к нам. Поэтому, скажем, если мы хотим улучшить свою карму рода, то, конечно, мы должны выяснить свой долг по отношению к своим родителям. Многие говорят, я никому ничего не должен. И родители забывают и оставляют. Какой результат этого? Результат нарушения тхармы, который приходит в виде страданий. Для человека. Может быть, не в этом рождении, может быть, в следующем. И так далее. Если когда-то человек оставил своих родителей на произвол судьбы, то разве это был его выбор родиться в той семье, где мать его оставит в роддоме? Это его карма. Понятно? Потому что сделал, получил. Карма еще называют законом бумеранга. Это не означает, что в этой жизни человек плохой. Нет, конечно. Плохо или хорошо – это вообще, скажем, категории относительные, но вечные категории – это закон тхармы. И есть определенная долг и обязанность, следуя которому мы можем и поддержать, скажем, и свой род, и свою семью, и себя тем самым. У вас был вопрос какой-то? Да, но вы частично ответили. Вы сказали, что медицинская для ребенка выполнила, что она тхарма. Конечно, нет. Она нарушила ее. Как это может быть карма ребенка, чтобы его мать оставить? Это взаимное. Вот мы говорили, подоб – это не тхарма. Она выполнила свою карму, но не тхарму. Тхарма матери – не только родить ребенка. А в первую очередь тхарма родителей – дать ему духовное образование. Второе – дать материальное образование. И третье – вырастить его и выкормить. Вот это ее тхарма. А то, о чем вы говорите – это карма. Подобное притягивает подобное. Пришла такая душа. Но когда мы говорим, раз это его карма, мы с себя снимаем ответственность. Понимаете? И вот это плохо, потому что выбор есть у каждого. И у этой матери тоже какой-то выбор есть. Если она знает тхарму, если она следует ей, во всех традициях говорится об этом – не убей, не укради и так далее, и так далее. Поэтому это одно. И ни в коем случае закон кармы не оправдывает ад-харму. Это общая карма. Карма ребенка, карма матери. Но мать понесет за это последствия, а ребенок отработает. Вот так все устроено. Это тоже будет кармой, но уже другой. Она осознает свой долг. И последствия этого поступка будут другие. Понимаете? Последствия. Она меняет не свою судьбу. Она, скажем, вот почему у одной матери? Может, да, что-то изменится, и она заберет ребенка, а другая и не вспомнит. Почему? Потому что у них разные сознания, разные кармы. Они по-разному смотрят на этот мир, на свой долг, на свои обязанности. Поступки наши проистекают из нашего сознания, основаны на нашем сознании. Сознание первично, как говорят веды. Поэтому с точки зрения вед, с точки зрения закона кармы, мы не получаем от кого-то, от родителей, да, какие-то программы. Просто наши программы вписаны уже, да? И программы родителей вписаны в этот род. У нас общая карма. Так же, как вот в вашем примере, да? Карма ребенка была вписана в карму матери, да? Но у матери был выбор, как поступать. И в Бхагавадгите Кришна говорит, пускай Писания станут мерилом в твоих решениях. И если при выборе мы опираемся на Писание, Духовное Писание, той традиции, а в принципе все духовные традиции говорят о Дхарме, о Дхарме, то тогда мы делаем правильный выбор. А если мы следуем своим, скажем, чувствам или обстоятельствам и так далее, все равно мы идем на поведу своей кармы. Да, пожалуйста. В данном примере мать и ребенок, насколько реально матери не поступают пить по карме? Или это обязательно должно произойти, чтобы она осознала и дальше могла делать осознанный выбор? Как вас зовут, Сергей? Очень хороший вопрос. Насколько мы свободны от своей кармы? Иногда обстоятельства непреодолимой силы заставляют, вынуждают нас поступать дурно. И нам кажется, что нет выбора у нас. Но в принципе, ведь что такое выбор? Выбор, когда мы для себя выбираем, как мы поступаем. Поступаем ли мы в соответствии с Дхармой, или в соответствии с обстоятельствами. Вот этот выбор есть у каждого. Поэтому для каждого из нас есть свобода выбора. Даже в самых трудных обстоятельствах, в самых тяжелых обстоятельствах. Совсем недавно, буквально пару дней назад, проезжала мимо какого-то кинотеатра у нас в спальном районе. И такой советский кинотеатр, и на его фасаде был такой плакат «Наши герои». И там фотографии современных героев. И, к сожалению, я не знаю, я забыла имя этого человека, который был расстрелян гиловцами. И перед расстрелом гиловцы записывали и сказали, ну, скажи, что ты хочешь. И он сказал, работаем, братья. Знаете этого человека? И сейчас многие, я видела также, да, уже потом, скажем, там, на этой войне, в войне многие, как бы, несут такой плакат «Работаем, брат». У него был выбор перед дулом автомата? Был? Да? Камера, автомат. Он сказал, работаем, братья, и его убили. А он, ну, он из тех войск, которые воюют с гиловцами. По сути дела, к чему он призвал? Он призвал к выполнению долга. И, ну, выбор у него был. Обстоятельства непреодолимой силы. Но он сделал свой выбор. И сделал его в сторону Дхармы. Поэтому выбор есть. Однако, если мы не контролируем, если мы живём неосознанно, если мы не стараемся следовать Писаниям и понимать их правильно, то мы делаем выбор на основании своего ума. Ум делает выбор за нас. Ум. А ум материален. Он учитывает материальные обстоятельства. Но выше ума есть разум. И разум говорит, что в этом мире есть высший закон. Закон Дхармы, закон долга. Разум может обуздать ум. Но не каждому это удаётся. Ум обуздать очень трудно. И в одиночку практически невозможно. Ум сильнее нас. Всегда. Потому что согласно своему мы живём и совершаем поступки. И нам кажется, вот представляете, какой мы иллюзией живём. Нам кажется, что мы решаем, куда нам, да, что нам делать, что нам говорить, как нам поступать. По сути дела, решает наш ум, обусловленный нашей кармой. Кто хозяин? Но если мы начинаем, скажем, если мы принимаем духовный авторитет, если мы принимаем гуру и принимаем писание, то тогда наш разум укрепляется. Разум невозможно укрепить с помощью ума. Разум может быть укреплён только с помощью духовной силы, в виде духовного учителя, который объясняет Дхарму. Умом Дхарму не понять. Ум всегда выбирает, как ему удобно, как ему правильно, как ему хорошо, что ему нравится, что не нравится. И это он объявляет правильным. Так устроен ум. А разум может понять, правильно ли это с точки зрения Дхармы. Но опять-таки тот разум, который, скажем, сильный разум. А сильный разум — это тот, который опирается на гуру и шастры, на священное писание, в интерпретации гуру. Почему я говорю о важности интерпретации писаний для нас? Потому что своим умом мы даже писание понимаем неправильно. И известный пример тому — убей неверного. духовные наставники ислама объясняют это. Убей неверного в себе. А как его понимают большинство? Убей в себе того, кто не верит в Бога. Так объясняют духовные наставники, трактуя Коран. Если мы отвергаем учителя, то мы можем своим умом понять эти слова и пойти совершать поступки, которые нам кажутся правильными. Мы не можем сами умом понять дхарму. Для этого мы должны принять гуру и изучать писание. И тогда, как говорит Кришна, пусть писания станут мерилом в твоих поступках. И только тогда писания могут стать мерилом. Поэтому в вашем примере, Сергей, был ли выбор? Выбор есть всегда. Но опять-таки, кто-то, скажем, может его сделать, кто-то нет. Это уже немножко другой вопрос. Это вопрос, который касается высшей милости. Иногда великий грешник может осознать, что-то из жизни его изменится. И таких примеров история знает очень много. И высшая милость, ее невозможно обусловить ничем. Высшая милость не обусловлена кармой. Высшая милость в писаниях называется беспричинная. И она выше кармы. И она может снизойти на каждого беспричинно. Понимаете? Но, как говорится, если мы делаем шаг к Богу, Бог делает несколько. И это залог беспричинной милости. Мы сами должны что-то сделать. Мы сами должны вспомнить о Боге. Мы сами должны сделать этот шаг. Если мы не делаем ничего, если мы, скажем, не вспоминаем о Боге, то мы живем по карме. И у нас нет выбора. И в данной ситуации мы будем действовать, исходя из обстоятельств. Родители Стива Джобса, исходя из обстоятельств, оставили его в роддоме. Потому что они молодые студенты, иммигранты, жить негде, студенческая стипендия мала, ребенка не прокормить, все прочее. Ум сказал, ну посмотри, практически рассуди, как ты будешь ребенка твоего растить. Вот. Это карма. Хорошо. Какие еще есть вопросы? Влияет ли ума настроение на карму, допустим? В семье появляется няня. И эта няня воспитывает ребенка. То есть есть ума настроение одно. Нам некогда заниматься ребенком. Поэтому мы приглашаем няню. И второе ума настроение. Пригласить няню как помощь. Потому что по законам кармы, если ребенка воспитывает другая женщина, к ней уходит благосостояние этого ребенка. А если ума настроение в том, чтобы помогать семье, это уже другое ума настроение. Как это влияет на карму? Да, действительно. Очень важно, как мы делаем и что. и с каким настроением. Или, как вы говорите, с умонастроением. Например, я очень хорошо помню, когда в 90-е годы стали все ходить в церковь. Иногда, приходя, я видела вот такие большие свечи. Специально отлитые. Вот такие большие. Одна свеча стоит, все, больше места нет. Для чего это было сделано? Человек, наверное, хотел свои грехи замолить, правда? И именно замолить грехи, это было его умонастроением. Поэтому вот такая большая свеча. Ну, как иначе объяснить такую большую свечку, правда? Наверное, грехов много решила. Ну, чтоб наверняка. Как помните, Карлос он говорил. У тебя будет один торт, а на нем восемь свечей. А можно восемь тортов и одну свечу, да? Вот, так и здесь, да? Вот. Какое умонастроение? Получить что-то взамен от Бога, да? Ты мне, я тебе. Это взаимоотношение торговли. Это не взаимоотношение любви и преданности Богу. Это не взаимоотношение служения Богу. И кажется, что вот ты сделал действие, ты пришел, поставил Богу свечку, да? Но это можно сделать в разных настроениях. В отношении торговли, бизнеса. Да? Я пришел сделку заключить. Вот тебе такая свечка, а ты мне. Вот, помоги поправить мои дела на таможне. Вот. Но, возможно, совсем другое умонастроение. Поэтому служение Богу – это не ритуал. Можно находиться, скажем, в храме, да? Можно жить в храме телом, но умом оставаться в миру. Понимаете? И это не будет, это будет благочестивая деятельность, но это не будет служением Богу. Благочестивая деятельность имеет хороший результат. Однако служение Богу – это вообще не карма. Она не имеет результатов кармических. И вот с этой точки зрения ваш вопрос, конечно, правомочий. у ребенка несколько матерей. Вообще у каждого из нас несколько матерей. Мать, которая родила, мать, которая воспитала, вскормила, да? Кормилица, мать-кормилица. Корова, священная мать, да? Мать-земля. Все это царица-матушка, жена-правителя. Все это нашей матери, да? Поэтому, если вы приглашаете няню, вы должны понимать, что вы приглашаете мать для ребенка. Поэтому, конечно, ее умонастроение будет влиять на вашего ребенка. Почему? Потому что это уже будут кармические связи. Вспомните, например, известная любовь Пушкина и Арины Родионовны. Разве это не кармическая связь? Именно Арина Родионовна познакомила Пушкина с русским языком. Дворяне того времени не говорили на русском. И Пушкин стал великим русским поэтом, основоположником русского языка. По сути дела, кто основоположник русского языка? Понятно, что заслуга Пушкина здесь велика, но этот пример я привела для того, чтобы мы поняли, что если мы, скажем, общаемся с человеком, если мы приглашаем няню, конечно, мы должны понимать, что будет смешанная карма. Если люди находятся вместе, то есть вот карма передается постоянно. Постоянно. Если люди находятся вместе, живут вместе более двух месяцев, то их карма смешивается. Все. Это становится общая родовая карма. Поэтому, конечно, приглашая няню, мы хотим, чтобы она научила нашего ребенка чему-то хорошему, чему-то хорошему, правда, а не чему-то плохому. Потому что, действительно, это уже связи достаточно тесные, тем более для ребенка. Ум и настроение родителей. Приглашаем мы няню, скажем. Не всегда родители приглашают няню, чтобы избавиться от детей. Правда же? Иногда им реально нужна помощь. Да? Для того, чтобы просто прокормить семью, родители должны работать, им нужна помощь. И это абсолютно нормально. Что в этом плохого? Вот. Это абсолютно нормально. Но при этом и к ней нужно относиться с уважением. Да? Вот. У меня одна знакомая работала в семьях в Европе. Она живет в Риге. И как Рига вошла, как Латвия вошла в состав Евросоюза, очень многие стали уезжать на заработки в Европу. И она работала в семьях русских. которые живут там. Да? Скажем, в других странах. И она говорила, да, что ну, а в принципе там живут богатые, новые русские со своими женами. Да? Для которых действительно пригласить няню, да, это, скажем, переложить на нее ответственность. И она говорила, что столько унижения и столько оскорблений я нигде и никогда не испытывала в своей жизни, как вот от этих богатых мамочек, да? Вот такое отношение к няне твоего ребенка, это же тоже, вот это все равно, что вы так относитесь к матери своего ребенка. Это будет карма, негативная карма, да? Поэтому, естественно, должно быть построено на уважении. Вот. Потому что это, конечно, отзовется для этих молодых, прекрасных, да, богатых мам вот, кармой. Вот. Вот такой, скажем, ответ. какие есть еще вопросы? Да, Сергей. То, что уже в этой жизни натворил и осознал, это в обязательном порядке я в следующей жизни поразил. То, что ты совершил, Герместор из Мегистра сказал, то, что ты совершил, останется с тобой навсегда. И веды говорят, что результаты совершенных поступков обязательно придут к нам, потому что это зерно уже посеяно, всходы обязательно будут. Поэтому карма совершенных поступков, увы, неизменна. Она должна быть отработана. Она должна дать свои семена и плоды. Скажем, но у каждого из нас есть еще и карма настоящего, и карма будущего. На карму будущего мы можем влиять, совершая поступки в настоящем. и если мы совершаем поступки следуя дхарме, карма нашего будущего улучшается. Понимаете, да? Вот. Поэтому, но мы с вами в храме бхакти-йоги, и цель бхакти не отнюдь не заработать хорошую карму, потому что это все равно карма. Цель бхакти это развить любовь к Богу. Бхакти не ставится цель освобождения от страданий или там наработка хорошей кармы, воплощения на райских планетах. Это бхакти считает абсолютно незначительным и неважным. А цель бхакти реализовать свою природу, природу души, природу слуги Бога. Потому что природа души это любовь к Богу, это бхакти. Вот так вот. Когда приходят скажем результаты вот все конечно мы беспокоимся, а вдруг там чего-то таком наворотил, что придется страдать. Но мы не знаем когда придут результаты той кармы, а когда результаты этих поступков настоящих. Понимаете? Бхагавадгита Кришна говорит хитросплетения кармы сложны для понимания. При этом он говорит очень сложны для понимания. Поэтому просто следуй своему долгу. И ты не ошибешься, Арджуна. По сути дела цель если говорить о ведической психологии то ее цель так же как и цель астрологии. Для чего мы изучаем гороскоп свой? Для того чтобы просто принять свою судьбу. принять свою судьбу. Не винить в этом своих бедных родителей. Не винить в этом правительство. Каждый народ достоин своего правителя. Что это как не описание кармы страны. Кармы национальности, кармы страны. Если мы родились в этой стране, значит это наша карма. и мы достойны тех правителей, которые есть, мы родились в это время, а не в 30-е или скажем там в 10-е 20-е годы 20-го века. Поэтому нет смысла с точки зрения кармы абсолютно бесполезно обвинять внешние обстоятельства в том, что с нами происходит. обстоятельства таковы, какова наша карма. Однако веды говорят, что сознание определяет бытие. Если меняется наше сознание, то меняется и мир, в котором мы живем. И вот это удивительно, потому что по сути дела мы все живем в своем мире. У нас у каждого свой мир. У каждого свой мир. Сколько людей, столько миров. и часто даже самый близкий для вас человек остается все равно неизвестным до конца. Правда? Поэтому и говорят, чужая душа потемки. Потому что у каждого свой мир. Так вот, если в нашем мире, если наше сознание меняется, то в нашем мире происходят перемены. А следовательно, это отражается на обстоятельства. и по сути дела, принятие своей судьбы, исследование дхарми освобождает нас, освобождает от страха прежде всего, от страха. потому что страх это первое препятствие на пути к Богу. Первое препятствие на пути к Бхакти. И по сути дела, нам очень свойственны. Мы с вами дети западного мира. И христианская парадигма. Бога боязненность свойственна нам. Согласны? Мы боимся, что Бог нас покарает, да, вот он такой страшный, грозный, да, покарает нас за грехи наши. Но в Бхакти нет идей боязни Бога. Бхакти говорит о том, что Бог твой самый лучший друг и самый большой доброжелатель. И все, что с тобой происходит, происходит на благо тебе. Даже страдания, которые мы принимаем, это благо для нашей души. И это не страшный Бог, суровый Бог, да, решил, что ты должен быть наказан, поэтому ты будешь страдать. Нет. Это благо для нашей души, потому что проходя через страдания, которые являются следствием наших поступков, мы можем измениться, мы можем переосмыслить свое поведение, свое отношение к миру. Совсем скоро, 10-12 июня, в Москве у нас будет астрологическая конференция. первая международная конференция школы Джоти Шиндубала. И там мы как раз будем рассматривать семейную карму. И мы будем показывать, что такое семейная карма на примере гороскопов. родители родители и дети часто имеют похожие комбинации в гороскопе. Хареи, Кришна. Спасибо за внимание. Я вас всех приглашаю на лекции. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.